Эд Синдексен РБ Разведчик-бомбардировщик Для летающего на огромной скорости и высоте самолета Пришлось создать особенные термостойкие бомбы Сброшенная с высоты 20 тысяч метров на скорости в 2300 километров в час 500 килограммовая бомба Летела как ракета еще около 40 километров Страшный удар при встрече с землей Вгонял ее на глубину 40 метров Затем происходил взрыв Ничто не могло противостоять такому мощному оружию После успешного экспериментального бомбометания Александру Бежевцу по секрету сообщили Что предстоит командировка на юг В числе еще нескольких летчиков Имевших большой налет на МиГ-25 Он немедленно приступил к подготовке Однако 28 сентября 1970 года Скоропостижно скончался президент Египта Гамаль Наса К власти пришел Анвар Садар Его появление на вершине политического олимпа Для руководства СССР оказалось неожиданным Вскоре стало очевидным Что для укрепления авторитета в стране Новому египетскому президенту Была нужна победоносная война с Израилем Имея в своем распоряжении советское оружие Он попросил Москву нарастить его арсенал Одновременно Садат установил тайные контакты с Вашингтоном Получив эту информацию, Леонид Брижнев Принял решение резко увеличить военную помощь Египту И вновь вернулись к идее проведения воздушной операции С использованием МиГ-25 Для этого был создан 63-й отдельный авиационный разведотряд Насчитывавший около 450 человек Командовать отрядом доверили Александру Бежевцу Для получения последних ЦУ Командиру отряда, полковнику Александру Бежевцу Следовало прибыть на инструктаж Лично к министру обороны, маршалу Андрею Гречко И все бы ничего, но настроение летчику Омрачало одно очень серьезное обстоятельство Дело в том, что именно в этот момент Был подписан приказ министра обороны О замене в вооруженных силах ботинок черного цвета на коричневые Но до провинции, где служил летчик Новые ботинки, естественно, пока не дошли Пришлось заслуженному военному летчику СССР Побегать по московским магазинам Искомое нашлось только в центральном военторге Но снова незадача Не было нужного размера Пришлось брать какие были, узкие Терпеть так терпеть, решил Бежевец Маршал Гречко потребовал от полковника Бежевца Обеспечить стопроцентную безопасность полета Он сказал, что по легенде прикрытия Отряд перебросит в Египет под видом сельхозрабочих Поэтому в случае попадания наших офицеров в плен Реакция мировой общественности будет бурной В ответ разволновавшийся и чувствовавший себя неуютно в узких ботинках Бежевец Дважды предложил министру разрешить взлеты в Египте, перелеты на территории Израиля и посадки в Сирии Полковник, нахрен мне сдался ваш самолет Чтобы здесь ее охранять Я тут дивизион ракет должен поставить А потом в Сирии Ну как вы докажете, по сути, министрам? Какие еще доводы нужны? Для переброски отряда понадобилось почти два военно-транспортных авиационных полка Неожиданно техники столкнулись с проблемой МиГ-25 даже без вертикального оперения не проходил грузовой отсек Антея Выручила смекалку Поскольку самолеты без топлива весили меньше На них временно установили более низкие шасси от истребителя МиГ-21 16 марта 1971 года Первый самолет-разведчик был доставлен в Египет на аэродром Каир-Вест Несмотря на абсолютную секретность операции Факт прибытия необычных русских машин Вызвал живой интерес у местного населения Уже на второй день Каирская египетская газета Вышла с сенсационной статьей, посвященной советскому истребителю Мне говорят, а теперь звоните в свой штаб Вас вызывают в штаб ВВС Начальник штаба Короче говоря, кто вам разрешил поднимать самолеты в воздух? Ваши Я говорю Помилуйте, мы еще не успели собрать их Не то, что летать А почему же сегодня В местной газете на английском языке Кстати сказать, она у меня есть такая газета Вот Снимок нашего самолета МиГ-25 Со всеми его, так сказать, характеристиками Кто вам дал такое право? Я говорю Мы просто не летали еще Мы не собрали Зная о прибытии советских боевых машин ВВС Израиля в любой момент могли совершить налет МиГ-25 собирали в рубких ангарах С наскоро закрытыми в резентом пробоинами Оставшимися от предыдущих бомбардеров И хотя командование советского контингента Выделило для охраны дополнительные дивизионы зенитных установок Нужно было срочно строить надежные защитные сооружения Но как? Из Москвы сообщили, что на их постройку уйдут месяцы Тогда маршал авиации Александр Ефимов Обратился за помощью к своему давнему знакомому Генералу Хосни Мубаруку Будущему президенту А в то время начальнику штаба египетских ВВС Чертеж укрытий Ефимов нарисовал на клочке бумаги Проходит какое-то время Приезжает ко мне Хосни Мубарак Я говорю, пошли посмотрим, как строится капонир Я говорю, какой капонир? А вот по тем чертежам, которые вы нам дали Я говорю, вот тебе хорошее дело Приезжаем, и там человек сто, если не больше народу И в корзинках на конструкцию металлическую Начинает заливать этот бетон И я должен сказать, довольно-таки успешно Я даже сам удивился, что можно такое сооружение сделать Такой короткий срок Эти толстостенные капониры получили местное название душных Но даже они не гарантировали сохранности машин В случае массированного воздушного удара израильтян Бдительность аэродромных дежурных сил ПВО Была доведена до высочайшего накала Мы подъезжаем, уже показался аэродром Впереди, и вдруг я смотрю, залп ракет Низко над горизонтом пошла ракета Все, значит, обратили внимание, в недоумении Стали, остановились, начали между собой обсуждать, что бы это могло значить Вдруг еще один залп Мы уже стояли Но мы постояли минут 10, поехали дальше Когда приехали на базу, спросили, что за стрельба была Нам объяснили, что, поскольку предполагается вот такая работа И вообще напряжение и военное, и политическое было очень такое солидное Египтяне решили проверить свои ракеты Владимиру Гордиенко, как заводскому летчику Предстояло облетать самолеты после сборки В полете его должны были сопровождать советские МиГ-21 Израильтяне слыли мастерами радиоперекват И вызов прикрытия в эфире был бы равнозначен оповещению Открытым текстом о выходе разведчика Поэтому взаимодействие с истребителями осуществлялось только по времени В назначенный час Гордиенко направился к своему самолету Но дорогу ему преградил старший отряда Георгий Боевский И вот я порываюсь, он говорит, подожди Я порываюсь, а я знаю, что вот уже МиГ-21 скоро подойдут Я в конце концов уже не выглядел, Георгий Артурович, ну почему, почему Он говорит, я боюсь, что в любой момент появятся здесь израильские самолеты И разнесут здесь все к чертовой матери И все сдерживало, уже когда времени совсем не оставалось Я прыгнул в кабину, запустил, но все, вовремя успел Вскоре все четыре МиГ-25 совершили пробные полеты Самолеты показали себя прекрасно И когда в свой первый полет отправился командир отряда Александр Бежевец Ничто не предвещало беды Но заканчивая взлет, летчик вдруг почувствовал неладное Убираются шасси, ну они плавно убираются, и так небольшое поступление А это такой громкий стук Я так удивился, думаю, что такое А договоренность о радиообмене была такая По-моему, позывной не назывался, а просто цифра называлась Я десятый Десятый это значит запуск Я одиннадцатый Это на полосу, по-моему Если что-то случалось ненормальное То звучала цифра 13 Я такой-то 13 И через какое-то время мы слышим его голос Я такой-то 13 Авиаторы хорошо знают примету Отказы редко бывают одиночными За те несколько минут, пока Бежевец пытался разобраться с шасси Самолет проскочил далеко в пустыню Закладывая вираж, чтобы вернуться Опытный испытатель автоматически взглянул на приборы И не поверил своим глазам Этого просто не могло быть Отказал весь комплекс навигационных приборов Не работал даже радиокомпас Сделал один круг Не вижу аэродрома Как же так? Где тут аэродром? Где тут находится? Я же не знаю, за что зацепиться Представляете, первый раз Кругом пустыня Не за что зацепиться Захожу второй раз Нет аэродрома, и все Топливо уже заканчивается А я не знаю, как Наконец Бежевец вспомнил о хорошем ориентире Дороге, ведущей на авиабазу Выделявшейся черной ниткой на фоне желтых песков Нашел эту дорогу И по этой дороге начал топать, топать И таким образом нашел аэродром Он совершенно не виден Представляете?